и так привет друзья и гости канала всем огромный привет я сейчас вам покажу квартирку одну 78 квадратных метров кто знает это микрорайон макаренко вишнева 31 те самые панинские дома ну и конечно же эта квартира продается у нас продается по одной простой причине потому что потому что сейчас я покажу ну что давайте посмотрим ванну здесь конечно много каких было сделан переделок переделали 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 и захотели купить уже нормальный нормальный дом за дом несли задаток поэтому квартира продается по цене ниже рынка соответственно здесь планировка конечно интересная здесь детская зона здесь детьми жили здесь рабочая зона здесь у нас вид на жилой комплекс 1 2 3 и здесь такая хозяйская хозяйская спальня непонятно да вроде вот здесь можно сделать окна и можно было разделить на две детские в общем заморочиться можно на самом деле площадь хорошая площадь такая довольно-таки достойная поэтому я думаю что многие из вас будут скоро рассматривать для себя в первую очередь поймут что есть площадь хорошие есть у нас два таких вот собрата вот таких вот два собратика которым здесь тесно да да вот они так смотрят меня сейчас молочи которым здесь свою очередь тесно и из-за этого переезжает в дом именно эта причина они хорошие классные но я их боюсь просто жесть как я их боюсь понимаете но реально их боюсь поэтому давайте посмотрим с вами ту самую кухню еще посмотрим что из этого получается у нас в целом да окон хватает всего хватает можно без проблем как нужно там распланировать здесь можно купить еще сверху технический этаж и тогда получилось бы совсем все хорошо можно будет двух уровней я кстати таком плане смотрел себе квартиру только смотрел такие же панинские дома только смотрел в вокзальном районе я сразу скажу но смотрите здесь 78 градусов метров вот эта квартира вот эта квартира она без малого стоит если не ошибаюсь 17 половина рублей 17 половиной за 17 с половиной миллионов рублей вы в острове мечты сто процентов не сможете купить ничего подобного это раз за 17 с половиной миллионов рублей вы не сможете купить даже там, не знаю, 35 квадратных метров, к примеру, в жилом комплексе «Сокол» и так далее. Здесь рядышком школа, здесь рядышком детский сад, здесь рядышком все, в принципе, здесь спокойно паркуют два автомобиля, и себя более-менее нормально, комфортно чувствуют. На этаже всего лишь, ребят, чтобы понимали, две квартиры. На этаже всего лишь две квартиры, и поэтому в целом дом такой-то, задумка дома была интересна. Само собой, здесь, может быть, надо делать ремонт, но, опять же, если учесть, сколько получается здесь квадратный метр, достаток с квартир и так далее, то получается ценник более чем гуманный. Ну, согласны же со мной? Я думаю, вы будете согласны. В целом, можно здесь кое-что распланировать, можно здесь кое-что доделать, подделать и так далее. Сразу говорю, минусы. Вот минусы, да, вроде дом, он, дома вроде немного, там, да, этим домам там 15 лет, но мне вот не понравился здесь подъезд. Подъезд, конечно, трэшовый. Ну, реально, подъезд трэшовый, это факт. Подъезд такой, который, блин, заходишь, и у тебя сразу депрессия. Дальше, что, еще из минусов, да, то, что парковки, как таковой, своей нет, поэтому придется позаморачиваться. Ну, и, конечно же, когда вы покупаете вторичек, нужно понимать, что планировка везде всегда оставляет желать лучшего. В каком плане оставляет желать лучшего? Я думаю, вот, если бы я себе покупал бы вот эту квартиру, я бы себе все сделал бы по-другому. Может быть, кухню в гостиной оставил бы так же, но можно было реально сделать поинтереснее в том плане, чтобы можно было в свою очередь, телефончики у нас горят, чтобы можно было сделать, ну, реально поинтереснее можно было сделать, да, потому что здесь, кстати, тоже окна можно сделать, как бы и делали такой вариант. Ну, да, ремонт все равно надо делать под себя. Но, опять же, 17,5 миллионов рублей, 78 квадратных метров. Ближайший конкурент – это у нас жилой комплекс Южный парк. Ну, Южный парк, он еще не сдан, и некоторые индивидуумы умудряются за 15 миллионов квадратных рублей купить черновую в ипотеку 35 квадратных метров. Поэтому в этом отношении я считаю, что здесь все довольно-таки достойно, все сделано хорошо, прекрасно и замечательно. Ну, вот видите, вот два основных мотиватора, которые, в свою очередь, хотят жить в доме, потому что, ну, реально тесно таким большим собачкам, да, и, конечно же, из-за этого и основные причины продажи квартир, опять же, двое детей, все хорошо, ну, именно из-за собак. Почему мы выбирали этот микрорайон? Ну, потому что, например, если мы берем этот дом, этот дом безопасный, законный, и вы его покупаете, и ни о чем вы не беспокоитесь. Реально, ни о чем вы не беспокоитесь, и это есть хорошо. А уже каждый из вас обычно делает какой-то ремонт, можно будет уже под себя уже что-то сделать, что-то под себя можно будет распланировать. В целом, за эти деньги, я считаю, хороший вариант, ну, действительно, хороший вариант, 78 квадратных метров с ремонтом статус-квартиры, со всей инфраструктурой и с адекватной нормальной ценой. Поэтому, ребята, на этом с вами прощаюсь. Вам всем хорошего настроения. Да, ребята, перед тем, как критиковать, вы, если что, приглашаете меня к себе, скажете, там, да, вот, Макс, ты дорого продаешь? Вот у меня есть квартира в жилом комплексе, к примеру, Остров Мечты, 78 квадратных метров, я продаю тоже за 17500. Обращайтесь так. А так просто, там, критиковать, там, чужой ремонт, там, чужую планировку, ну, это каждый может. Потому что, по большому счету, все из вас хотят квартиру взять с ремонтом, все хотят купить, там, чуть бы не за даром, чтобы вам еще, там, сверху деньги дали. И при этом никто из вас не хочет смотреть реальность. А реальность такова, что в Сочи недвижимость стоит безумных денег. И такого рода дома, да, он старый дом, да, 15 лет этому дому, но он реально законный, хороший дом. К нему претензий нет. Всем добра и пока.